Конец света и начало воды. Непогода оставила тысячи дагестанцев без электричества. А вот живительные влаги, напротив, было в избытке. Особенно на улице. Заложники газовой трубы в Семендере. Что важнее, магистраль или люди? Кто виноват и что делать, чтобы людям не снесли дома? Узнавали мои коллеги. Новые школы в Бабаюртовском районе обучают в классах тишину. Почему построенные и оборудованы учебные заведения, закрытые для учеников? Узнайте в нашем выпуске. Здравствуйте! Это «Итоги недели» на канале ННТ и я, Мурат Ахмин. На неделе в Дагестане без света остались свыше 110 тысяч человек. Массовые аварийные отключения, которые произошли из-за непогоды в республике, зафиксировала Минэнерго России. По данным ведомства, серьезные перебои с электроснабжением возникли в Кумтаркалинском и Хазавюртовском районах. Вышли из строя 45 высоковольтных линий и 1170 трансформаторных подстанций. 244 человека и 70 единиц техники восстанавливали подачу электричества по всему Дагестану. Сотрудникам компании Россети «Северный Кавказ» удалось восстановить электроснабжение большинства потребителей в сжатые сроки. Сергей Меликов накануне провел встречу с представителем религиозных конфессий Дагестана. В рамках встречи были обсуждены вопросы взаимодействия с религиозными объединениями и их поддержки со стороны власти. Говорили также о развитии системы религиозного образования, о работе по просвещению и пропаганде нравственного образа жизни. Глава региона особенно отметил работу, проводимую данными организациями в части поддержки нуждающихся, независимо от их этнической и религиозной принадлежности, а также их вклад в борьбу со распространением коронавируса в республике. Перебои со светом и водой, проливные дожди и неутешительные прогнозы синоптиков поставили в тупик многих жителей Махачкалы и других городов республики. Тысячи жителей столицы оказались на неделе по пояс в воде, да еще и без света. Из-за затяжных дождей махачкалинцы столкнулись с целым рядом проблем. Погода опять застала врасплох горожан и коммунальные службы. Поднимусь я. Помоги. Они валят, да? Да. Все, идем. Это видеокадры от МЧС. На них видно, заблокированную женщину из потопленного дома приходится вызволять спасателям. И это не единичный случай. Проливные дожди закрыли входы и выходы тысячам горожан. Так в поселке Турали вышла из берегов река Талгинка. Вода стремительно понеслась по жилым кварталам. Теперь там ни пройти, ни проехать. Улица Надежда. Все, Талгинка вышла из берегов. И вот так вот течет на дорогу. А вот жильцам дома на Камаево 11 не повезло вдвойне. Дождь принес в их дома не речные стоки, а канализационные. Мало того, что из дома не выйти, так еще теперь повсюду вонь делятся жильцы. Канализация, это все с этого района, говорят, вот это новый город. Оттуда вся вода сюда течет. Запах, окна невозможно открывать, воняет. В летнее время вообще невозможно, не то что на первых этажах, да выше уже окна открывать. Запах вонь невыносимый. Потому что все канализационные отходы, все фекалии, все идет туда. И ничего не делается. Практически подвалы можно осушить, технические работы, вот эти неполадки нам можно устранить. Жители Махачкалы из-за непогоды остались местами и без электричества. Большей части города электроснабжение было восстановлено. Однако в некоторых пригородных поселках проблема все еще актуальна. Например, в Семендере в микрорайоне опытное хозяйство, люди уже четвертые сутки без света. Проживает здесь более 5000 семей. Дети в школу не идут, холодно очень. Маленькие дети дома мерзнут, вот так и живем. А главное, никому дел нету за это. Смотри, у меня было полное вот это мясо. Я в город отнесла ее. И размороженная, она кровь отечет, вот такое мясо я отнесла, чужих местах поставила. Уже второй раз. Как жить, что делать, не знаю. Обратно в Мурманск уехать, что ли? Даже так думаю. Очень трудно, очень тяжело. Дороги плохие. Свет такой, газ такой. А там порядок. Бывает, старикам даже помощь там дают. Ну а прогнозы синоптиков пока жители Махачкалы не радуют. В этом году сообщают в гидрометцентре, осень и зима будут холодными и с большими осадками. Только за эти четыре дня в столице региона пролилась месячная норма дождей. 15 числа она будет продолжаться до 22-го включительно. И чуть-чуть может быть в ночь, в 23-е тоже перехватит. А потом начнется перерыв, где-то до 27-го, 28-го. Опять 29-30, опять начнутся осенние дожди. С выходом уже на сентябрь, на декабрь. В декабре она будет чуть сильнее. По тематам Ханапова, Магомед Магомедов, новости ННТ, Махачкала. Энергетический коллапс и проблемы электроснабжения республики обсудили на площадке Риадагестан. Журналистами пообщались министр энергетики региона Владимир Лемешко и генеральный директор ПАО «Россети Северный Кавказ» Виталий Иванов. Поводом для встречи стали массовые отключения электричества на отдельных участках, городах и районах республики. Спикеры рассказали о том, с чем была связана массовая аварийность на линиях электропередач и какие меры по устранению подобных происшествий принимаются в регионе. По их словам, аварии происходят не только из-за плохих погодных условий, но и по ряду других серьезных причин, среди которых и незаконно возведенные жилые строения, перегруженная инфраструктура и недостаточное обслуживание сетей собственника. Мы не снимаем с себя ответственностью, мы должны все вместе потерпеть. Решения приняты, деньги выделены, теперь нужно провести работу. И теперь мы рассчитываем на то, что и муниципальные образования, и сельские поселения, и сами жители будут в этом участвовать. Народное собрание откликнулось на это, депутатский корпус, нам нужно идти, у нас тысяча сельских поселений, больше тысячи. Мы должны идти туда, с народом разговаривать, чтобы нас спустили, чтобы дали возможность поменять стол, опору, чтобы дали возможность установить счетчик. Понимаете? Это кропотливая работа, и пока вот так не получается быстро. Но мы приступили к этому, мы начали над этим работать. В Махачкале и Каспийске займутся проектированием новых сетей. Особое внимание энергетики уделят ремонту кабельных линий в столице, а также замене голого провода на современный. План восстановления сетевого комплекса Дагестана будет представлен в Рио главы республики Сергею Меликову. Министерство культуры России подготовит дорожную карту восстановления разрушенной части южной крепостной стены в Дербенте. Об этом сообщает мэрия города. Накануне на место прибыл заместитель министра культуры России Сергей Обрывалин и осмотрел объект. По его словам, ремонтные работы начнутся уже на этой неделе. По предварительным оценкам, они будут завершены до конца 2022 года. Последняя реставрация была 65 лет назад, серьезная. Поэтому сейчас задача основная – этот аварийный участок нам закрыть в цели безопасности. Дальше, соответственно, завтра наша команда уже выходит на объект. Потихонечку начинает противоаварийная работа делать, получаем наш МЧС. И далее это проектирование и нормальная реставрационная работа. Проектирование займет порядка 8 месяцев. Реставрационная работа, я думаю, что до конца 2022 года будет сделана. Напомним, что частичное обрушение южной крепостной стены у ворот Урта-Копы произошло в результате длительных дождей. Однако бывший мэр Дербента Хизри Абакаров отметил, что к таким печальным последствиям перевели бюрократические проволочки, а не только стихии. Он отметил также, что эта зона ответственности Минкульта России и начало ремонтных работ, инициированных самой администрацией Дербента, могло привести к возбуждению уголовного дела против нее. Напомним, южная крепостная стена является частью всемирного наследия ЮНЕСКО, а парадные ворота Урта-Копы – один из главных символов города. Очередной мультиспиральный компьютерный томограф заработал в Дагестане. Приобрели его для Республиканской клинической больницы скорой помощи. Помещение, где установили новое оборудование, было заранее подготовлено для размещения приборов. Я думаю, что люди, которые работают в здравоохранении, в медицине, они понимают, какой шаг за последние несколько лет сделало наше здравоохранение вперед. По словам главного врача больницы Магомеда Имманалиева, новый МСКТ поможет врачам более оперативно диагностировать различные заболевания. Теперь они смогут быстро назначать лечение, что особенно важно для пациентов, которым необходимо экстренное обследование и помощь. Используя возможности компьютерного томографа, медики смогут проводить обследования, предназначенные для самого широкого спектра клинического применения. Спасибо вам, коллективу. У вас коллектив подобран, действительно, профессионально подготовленный. И коллектив, который нацелен на решение задач, которые перед вами стоят. И сплоченный коллектив. У нас сюда пациенты поступают не терпеть, поскольку и подошли. Многие идут самочеком сюда, понимая, зная, какой здесь коллектив, как вы работаете и какое отношение к пациенту. А в Хунзахском районе открыли колл-центр для консультации пациентов с коронавирусом. Площадка организована участниками акции «Мы вместе». К работе подключены медицинские работники, волонтеры, выпускники и студенты медицинских вузов. Подробнее – Патимат Ханапова. Не упустить ухудшение состояния пациента. А вот основная задача колл-центра. Работа горячей линии организована на базе Хунзахской больницы. Ежедневно добровольцы обзванивают около 50 человек. Это лица пожилого возраста, те, кто лечится дома, а также контактировавшие с больными. Я учусь в Самарском государственном медицинском университете на втором курсе. Я сюда пришел добровольно, потому что я хочу знать, как это все происходит. А сколько звонков обратно к вам поступило? Ну, сегодня уже звонков 10. Позвонили мы человеку, также 10 нами. Ну, вопросы задаем, например, основные симптомы коронавируса. Например, отдышка, чистое сердцебиение, температура, которая поддерживается в районе 3 дней. Например, самый главный симптом – это потеря обоняния и соседей вкуса. Какая реакция у людей, когда вы звоните им? Очень даже адекватно. Они благодарны, что заботятся, не забывают. А в случае осложнения, куда вы дальше обращаетесь? Вот человек говорит, у меня сильная дышка, у меня температура держится. А дальше какой алгоритм действия? Ну, мы записываем их в листик и передаем фишерам, чтобы они поехали, обследовали. Участники акции также разработали чек-листы, по которым ведется опрос. Для информирования граждан вместе с телефоном горячей линии они вывешиваются в общественных местах. Если из семи предложенных вопросов хотя бы на один дан положительный ответ, то следует обратиться в колл-центр для консультации. Мы надеемся, что наш колл-центр даст положительный опыт в лечении пациентов, помощь медперсонала, помощь нашей медицины будет ближе к людям. В планах сделать работу колл-центра межрайонной, подключив к ней соседние территории. Это поможет снизить нагрузку на медперсонал и держать ситуацию под контролем. Подобные площадки скоро откроют и в Махачкале. Патемат Ханапова, Дауд Гасанов, Новости ННТ, Хунзахский район. Тем временем результаты тестов на коронавирус станут доступны на портале госуслуг. Об этом сообщает Роспотребнадзор. Это позволит быстро передавать информацию и доводить ее до населения, пока система работает в тестовом режиме. Также были внесены изменения в постановление главного санитарного врача, согласно которым выдача результатов тестов из лабораторий будет происходить в течение 48 часов после поступления материала. Необходимо это в том числе для своевременного информирования заболевших и медперсонала. Более 100 тысяч тонн риса собрали в Дагестане. Об этом сообщает Минсельхозпродреспублики. Этот показатель стал рекордным для региона за всю историю рисосеяния. Однако сельхозработники до сих пор продолжают уборку зерновой культуры. Урожай уже собран с 93% засеянной площади. Всего в Дагестане рис посажен на 25 тысяч гектаров. В прошлом году в республике было собрано 95 тысяч тонн риса, а посевные площади в 2020 году были увеличены на 4 тысячи гектаров. Напомним, что основной площадкой для выращивания рисовых культур выступает Кизлярский район, на который приходится более половины собранного урожая. Шесть дагестанских продуктов участвуют во всероссийском конкурсе. От республики заявлено шесть брендов. Это дагестанская баранина, абрикосовый нектар, овечий сыр, сушеная колбаса, чай и дагестанский урбечь. Победители конкурса будут отобраны восьми номинациях. Всего жюри выберет 22 финалиста. Также один победитель будет определен в ходе народного голосования. Оно пройдет с 19 ноября по 2 декабря на сайте «Вкусы России.РФ». Участвовать в голосовании может каждый, кто пожелает. Поэтому призываем жителей республики быть активнее и отдать голос за свой любимый дагестанский продукт. Уже два года под угрозой сноса находятся дома жителей поселка Семендер на улице Зимцова. Дело в том, что в 25 метрах от их жилищ проложен газопровод. Из-за него все дома на улице попадают в зону отчуждения. Жильцы же узнали об этом неожиданно для себя, когда каждому из них стали приходить письма из суда об обязательном сносе. Кто виноват в том, что дома людей оказались в запретной зоне, попыталась узнать Хадижа Курбанова. Если ломать будет, никто не даст здесь ломать. Ни один дом. Народ станет против власти, получается. Со своего дома не уйду. Пускай меня там зароют. Пускай придут трактора. Я со своего дома не уйду. Жители Семендера намерены держать оборону ото всех, кто посягнет на их очаг. И против колоссальной, по их мнению, несправедливости. Почти 200 домов на окраине поселка ровно выстроены в одну линию. В параллель им через 25 метров протянут 8-километровый газопровод. Тот самый камень преткновения и источник всех бед жителей улицы Земцова. Объект опасен. Строительство на территории 100 метров от него незаконно, считают в Газпроме Трансгаз Махачкалы. Но местные жители об этом узнали лишь два года назад, в то время как живут здесь уже не один десяток лет. Куда сейчас должен вот этот народ весь идти? Куда с детьми, с инвалидами? Куда они должны пойти? Вот пускай скажут нам. Или возместят уже, или пускай их трубу Газпром не такой беды. Пускай глава администрации теперь думает, почему они вот такую вещь сделали людям. По крупицам собирала деньги, купила участок. Это построила дом. Этот дом мне очень нелегко дался. Я его в течение 10 лет построила. Почему же тогда нас не предупредили, что нельзя покупать здесь земли, что это незаконно? Почему они сейчас все на нас сваливают, на простых людей? Почти все жители поселка собирали деньги на жилье долгие годы. Никто, по их словам, строительству домов на этой территории не препятствовал. Теперь же документ из суда требует, чтобы местные жители не только снесли свои дома, но и сами организовали весь процесс демонтажа. И все это при том, что никакого возмещения убытков не предполагается. Возмущена таким положением дел и Джамиля Магаева. Она уверена, с документами на ее дом все в порядке. Значит, дом построен законно. У нас есть абсолютно все документы. Обналичен материнский капитал. Материнский капитал, чтобы обналичить на улучшение жилищных условий. На зеленку мы все эти документы, то, что сдавали, они проходят проверку в Москве, в главном центре пенсионного фонда, как известно. Это подтверждение того, что наши документы являются законными и подлинными. В прокуратуре республики Дагестан с Дуну обращались. Ну, одни отписки, понимаете, то в 2019 году, что предусматриваются средства переноса для труб, средства, потом в другом письме нет средства. Чтобы узнать, как дома появились в запретной для строительства зоне, мы обратились в администрацию Махачкалы. Сотрудники мэрии сейчас активно занимаются разбирательством проблемы. Они пытаются выяснить, когда был построен газопровод и что с тех пор изменилось. ООО «Газпром», «Трансгаз», «Махачкала», «Останин». Мы запросили, чтобы дали нам и схему прохождения трубы, как она у них проходит, и давление какое там, и охранная зона какая, и документации, когда это все разрешительные документации, когда они это было построено. Выяснилось, что в запретную зону попадают и участки за Семендером. Они также были выделены под ИЖС, еще не застроены, но уже попали в зону отчуждения. Сурхай Сурхаев предполагает, что произошло это по причине смены нормативных критериев расстояния от газопровода, на котором должны находиться дома. Когда эту трубу устроила, может быть, 10 метров, 15 метров была охранная зона, сегодня уже 25 метров. То есть, за сколько времени? 92-го года пошло, уже почти 30 лет. За это время, возможно, что требования изменились. Ну, будем разбираться, да? Так или иначе, выяснением всех причин произошедшего уже занимаются, и займет это до двух недель. Далее, по словам чиновника, удастся понять более детально, по чьей вине жители оказались в смертельной ловушке. Хадижа Курбанова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Построены больше двух лет назад, но до сих пор не введены в эксплуатацию. Полностью оборудованные школы в Баба-Юртовском районе простаивают аж с 2018 года, а дети продолжают ютиться в старых ветхих зданиях. Активисты ОНФ в Дагестане призывают власти решить застоявшуюся проблему. Алина Багилова расскажет подробности. Поводом для проверки стало обращение жителей села Бурукутан Ботлихского района. Они больше двух лет не могут добиться ввода в эксплуатацию новых современных школ, построенных по линии минсельхоза еще в 2018 году. Мы хотим учиться и работать в новой школе, и никак нам не открывают нашу школу. Посмотрите, какая красивая школа, какие удобства, с каким настроением учились бы в этой школе. Объект был возведен в рамках федеральной программы устойчивого развития сельских территорий. Школа рассчитана на 100 мест. В ней есть спортивный зал, компьютерный класс столовой, даже оборудован суперсовременный кабинет в рамках федерального проекта «Точка роста». У нас очень большая проблема. У нас крик души. Можно сказать «Ор!». Почему? Потому что у нас такая красивая школа. В прошлом году было объявлено официальное открытие, но это открытие не состоялось, к сожалению. По словам учителей, ситуация возникла из-за того, что школы были построены на землях отгонного животноводства и не имели соответствующих документов по отводу территорий. Мы уже 100% уверены были, что запустят. Но оказалось, что так легко все. Когда я разговаривал с компетентными людьми, хорошо говорил, если зеленку нельзя давать, я согласен, на частный дом не давать. Но социальные значимые объекты, такие как школа, садики, спортивные сооружения, вот на эти социально значимые объекты дайте зеленку. В ходе проверки активисты Общероссийского народного фронта выяснили, что всего на территории Баба-Юртовского района были построены 4 школы. Но у всех одинаковая история. Власти не могут ввести объекты в эксплуатацию, поэтому дети вынуждены учиться в расположенном неподалеку ветхом здании старой школы, где классы практически не отапливаются. А причина тому – неимение зеленки. Здесь учиться нельзя. Школа построена на землях отгонного животноводства без соответствующих документов и без зеленки. Эту проблему надо решать. Как же тогда федеральная программа, которая была принята по майским указам главы государства, и в соответствии с майским указом были построены эти школы. Мы хотим новый шоу! Алина Богилова, Магомед Магомедов, Дауд Гасанов, телеканал ННТ Баба-Юртовский район. В духовном центре имени пророка Исы, мир ему, состоялось духовно-просветительское мероприятие для выходцев из лакских районов. В нем приняли участие сотни людей – представители власти, муфтията и общественники. Подробнее – Хамзанур Магомедов. Чтение строк священного Корана дало старт духовно-просветительскому мероприятию. В этот день на территории строящейся мечети в духовном центре собрались представители лакского народа. Столь масштабное мероприятие в подобном формате прошло здесь впервые. Красочные события украсили нашиды в честь пророка Мухаммада. Мир ему и благословение. В то время как участники исполняли нашиды и обращались к соотечественникам на родном языке, волонтеры дарили женщинам красные розы. На торжество съехались лакцы из разных уголков Дагестана и всей России. Кто-то и вовсе впервые побывал в стране гор. Мы приехали издалека с Екатеринбурга. Нас пригласили, вот смотрим, интересно очень. Первый раз на таком мероприятии. Первый раз в Дагестане. Как вам организация мероприятия? Очень понравилось. Очень понравилось. Святые подарки, книги, еда, вообще здорово. Ну вот такие вот мероприятия, они как бы... Я хотел бы предоставить слово председателю... Людей смягчает им сердца их, расширяет их сознание и приближает им к истине, той, которую мы стремимся всегда. Мероприятие действительно было уютным. Всем желающим в прохладный осенний день подготовили горячий кофе, чай со сладостями, а позже и обед. Неожиданным сюрпризом стала познавательная викторина с ценными подарками и розыгрышем путевки в Малый Хадж. Мухаммад Майранов объявит номер. Номер 81. Сейчас сами поедете? Наверное. Как отметили представители Муфтеатра республики, они организовывают подобные мероприятия, чтобы объединить и сплотить народы Дагестана. Сегодня у нас для ЛАКЦАУ знаменательный день, когда мы все вместе собрались, наши братья и сестры. Огромное количество людей пришло, альхамду лилля, мы очень рады. Мы будем стараться и хотим сделать традиционными такие мероприятия каждый год, ежегодно, чтобы мы собирались, видели, радовались друг друга. Хамза Нурмагомедов, Халид Ахмаев, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала. Ярмарка вакансий для жен военнослужащих Каспийской флотилии прошла в Махачкале. В мероприятии приняли участие представители Минобразования республики, Каспийской мэрии, а также около 30 работодателей Махачкалы и Каспийска. Женщинам предложили вакансии как в госучреждениях, так и на коммерческих предприятиях. Соискатели смогли пройти собеседование прямо на ярмарке. Тему продолжит Зумруд Гамидов. Участие в ярмарке позволило гражданам напрямую пообщаться с работодателями, выгодно предложить свои умения и навыки. Мероприятие бастили около 50 членов семьи военнослужащих. Из-за регулярных переездов их родным зачастую сложно найти работу на новом месте. Именно для помощи в таких случаях было организовано это мероприятие. Мы проводим уже вторую ярмарку вакансии, призванную для помочь данной категории женам военнослужащих и работодателям найти друг друга, посмотреть какие есть у нас вакантные места. Мы хотим по итогам работы уже некоторое количество уже трудоустроить. То есть у нас есть работодатели, у которых есть вакантные места. Супруг Анны Анохина перевелся в Дагестан еще два года назад. Там у женщины была работа, которую пришлось оставить. Детей в республике уже определила в школу. Теперь надо найти занятия и для себя, говорит Анна. Конечно, хотелось бы больше таких удаленных должностей, потому что очень много мам в декрете, которые хотят работать. Которые, допустим, дети младше трех лет, но нет возможности отдать детский сад или в ясли, что здесь проблематично в Дагестане, что удивительно. И хотелось бы, чтобы более гибкие были работодатели, больше предложений, чтобы в этом плане было. По образованию я экономист, но всегда хотелось бы двигаться куда-то больше. У многих женщин, пришедших на ярмарку, маленькие дети, поэтому условия труда и выбор профессии самые разнообразные. Так соискатели смогут вернуться к своей профессии или уже освоить новую. По факту мы сегодня собрали около 20 резюме, которые в течение, наверное, недели-двух мы сможем помочь с трудоустройством, потому что в нашем центре 100% трудоустройство. Если вы специалисты, знаете свое дело, мы поможем вам с трудоустройством. Трудоустройства у нас бесплатные, независимо от того, это жены военнослужащих или нет. Отметим, что это уже вторая ярмарка вакансий для семей военнослужащих Каспийской флотилии. Проводить их планируют регулярно, ведь, как показал опыт первой, и работодатели, и соискатели имеют к ним интерес. Хамзанур Магомедов, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала. В Махачкале прошел финальный этап ежегодного республиканского конкурса «Права глазами ребенка». Конкурс проводился среди учеников школ Дагестана. Он инициирован региональным уполномоченным по правам человека и Министерственного образования республики. Подробности далее. Проблемы многодетных семей и пожилых людей и вопросы информационной безопасности в 21 веке. Эти и многие другие темы волнуют учеников дагестанских школ, что они и отобразили в своих письменных трудах, где анализируют правовое поле и демонстрируют новый взгляд на устоявшиеся проблемы. Представляю свою тему «Поступок правонарушения преступления как следствие правовой неграмотности». Почему ты решила взять именно эту тему? Почему? Потому что мне стало интересно, почему подростки бродят себе всю жизнь из-за этих необдуманных поступков. Сама тема про героев Советского Союза, которые воевали во время войны, как они мужественно вели себя, и про это мой рассказ. Почему ты решила мне эту тему взять? Потому что она так затрагивает сердце, и благодаря нашим дедам и прадедам мы так счастливо живем. В отдельном блоке конкурса представлены творческие работы. Это поделки на социально важную тематику. Одна из таких работ Мадины Абдурагимовой «Право на жизнь, свободу и неприкосновенность», метафорично отображенные в поделке из дерева, пластмассы и других подручных средств. Здесь представлен эпизод из сказки «Гуси-лебеди», в которой нарушено право героев на неприкосновенности жизни. Сказка «Гуси-лебеди» – мудрая поучительная история, которая раскрывает детям истину. Чтобы рассчитывать на помощь и понимание других людей, нужно научиться самому делать добро. Конкурс «Права человека глазами ребенка» проводится каждый год на протяжении уже 13 лет. В этом году в финальный этап прошли 14 детей. Все они приехали из разных уголков республики. Ребята оценивают по новизне и неординарности подхода к теме оригинальности и глубине исследования. Очень важный, очень полезный для школьников конкурс. В нем участвуют, в этом году участвовали более тысячи учеников различных школ, практически со всех районов города Республики Дагестан. Он позволил им начать некую исследовательскую работу. Хадижа Курбанова, Мусас Алгиреев, телеканал ННТ, Махачкала. Этнофестиваль студентов-иностранцев стартовал в Махачкале на неделе. Он проходит уже в четвертый раз и собирает молодых ребят со всего мира, которые проходят обучение в нашей республике. Открытие прошло в Кумыкском театре. Подробности в сюжете моих коллег. Мероприятие началось с праздничного концерта. Со сцены к иностранным студентам со словами приветствия и добрыми пожеланиями обратились представители власти и ректора высших учебных заведений. Это мероприятие становится таким объединяющим центром иностранного студенчества, и наших российских студентов, где проводятся и интеллектуальные игры на знание русского языка, на знание общей истории российской, на знание наших традиций. Это мероприятие нацелено на будущее. Ведь это залог того, что в дальнейшем иностранные студенты, уезжая к себе на родину, будут нашими друзьями. Это залог нашего будущего взаимодействия и сотрудничества. Это мероприятие продвигает и в сознании иностранных студентов, и в их осознании нашей истории, наших традиций, не только Дагестана. Фестиваль для иностранных студентов в нашей республике проходит уже в четвертый раз. Среди участников как первокурсники, так и старшекурсники. По словам молодых ребят, это возможность найти новых друзей и ближе познакомиться с культурой Дагестана. И если мы говорим о Дагестане, то все равно культура разная. Очень разная. У меня тоже разная. С учетом другая культура, но люди здесь, жители Дагестана, они такие крупные, яркие. И тоже помогают всегда. В рамках мероприятия фойе Кумыского театра представители республиканских вузов подготовили авторские фотовыставки и организовали этнокультурные подворья разных стран мира. У нас на факультете есть интернациональный музей. Вы видите тут разные сувениры. Откуда эти сувениры? Кто их подарил? Естественно, студенты иностранцы, которые учились у нас на подготовительном отделении. Они, заканчивая подготовительное отделение, хотят оставить о себе память своим преподавателям. Вы видите тут разные-разные сувениры. Вы видите, можете, пожалуйста, это Южная Корея, это Йемен, это Сирия, это Турция, это Алжир. Фестиваль продлится два дня. Его участников ожидают круглые столы, интеллектуальные игры, экскурсионная программа, поездка в ГУНИП и на Сулакский каньон. Организатором фестиваля является Дагестанский гуманитарный институт при поддержке Минаца Республики. Хамза Нурмагомедов, Магомед Магомедов, Мурат Бикбарзов, телеканал ННТ, Махачкала. Хабиб Нурмагомедов больше не будет выступать в октагоне. Об этом чемпион UFC заявил накануне на встрече с молодежью Дербента. Известный дагестанский боец также ответил на ряд других актуальных вопросов. Там же Миксфайтер получил награду «Достояние Дербента» и осмотрел настенное граффити с изображением себя и своего отца. Тему продолжит Курбан Рагимов. Первым делом Хабиб Нурмагомедов оценил граффити на стене одного из многоэтажных домов. Десятиметровый рисунок изображает чемпиона UFC и его покойного отца Абдулманапа Нурмагомедова. Боец признался, что увидел необычное граффити в соцсетях и был очень тронут. Настолько, что не удержался и приехал в древний город. В целом это у нас стрит-арт-фестиваль, который уже второй год проходит. В этом году мы сделали пять изображений на фасадах в разных техниках, в 3D, в этнике, именно с дагестанской тематикой, такой этнической. И завершили вот такой вот работой. На встрече с молодежью госсекретарь Дагестана Хизря Бакаров назвал этот день ярким для всего города и вручил чемпиону высшую награду «Достояние Дербента». На сегодняшний день Хабиб один из таких, который действительно весь мир его знает. И каждый второй, наверное, дагестанец, даже каждый первый дагестанец только говорит «Хабиб, Хабиб, Хабиб». Уже маленькие дети, еще не умеют ходить, а друг друга делают удушающие. Это до того, что, смотрите, Хабиб, тебе спасибо, что поднял Дагестан до таких высот. Спасибо, что есть. И мы очень рады. Я очень хорошо знал отца Абду Манапа, у научного человека. И всегда есть спортсмен, а есть спортсмен, который грамотно говорит, грамотно высказывает свои мысли. Далее встреча прошла в формате беседы. Участники задавали Хабибу Нурмагмедову самые актуальные вопросы. Добрая половина болельщиков убеждена, что чемпион UFC обязательно вернется в октагон. Однако сам спортсмен решительно заявляет, что больше не связывает свою жизнь с выступлениями в ММА. Они всегда будут хотеть, чтобы я дрался, потому что, вы же понимаете, это большие деньги, большие просмотры, ажиотаж людей, интерес. Там, где интерес, там есть деньги. Так что я думаю, что эти разговоры всегда будут, они будут меня преследовать. Но раньше у меня как было, бой сделал сразу на следующий день, когда у тебя следующий бой. После такого ответа возник вопрос, к какому делу лучший боец мира вне зависимости от весовой категории посвятить себя теперь. Вопреки слухам, Нурмагмедов заверил, что не собирается в большую политику. Сейчас он планирует сосредоточиться на образовании и сельском хозяйстве. Я только завершил карьеру, и как бы голова тоже загружена, во-первых. Во-вторых, если человек идет на такую должность, у него должна быть как минимум политический опыт. Во-вторых, в-третьих, у него должно быть как минимум образование. Потому что вот эти моменты, они как-то не соответствуют. Хабиб умеет драться, но мы же не знаем, какой Хабиб в политике. Я, например, купил баранов, занимаюсь сельским хозяйством. Хотел бы, чтобы бараны сделали мне маленьких, так скажем. И в этом направлении что-то развиться. У меня есть бычки, на откорме, так скажем, есть коровы, есть парники. Сельским хозяйством, так скажем, там, где я родился, вырос, я там занимаюсь. Не сказать, что на мировом уровне, но все может быть. Болельщики интересовались секретами успеха и получали ценные советы. Хабиб рассказал о своем детстве и трудностях, с которыми сталкивался на пути к успеху. Если вы хотите стать лучше, не обязательно, это должен быть спорт. Сейчас люди могут учиться, получать образование. Что вам важнее? Вам важно, чтобы вы сидели в телефоне, в день, например, 4-5 часов. Или это время вы можете уделить учебе, тренировкам, посвящению родственникам и так далее. Много таких моментов бывает, когда вы можете позже провести время. Так что мой совет – цените время, то, что у вас есть. И я думаю, что вы можете прийти к успеху. В администрации Дербента тепло приняли чемпиона. Однако увидеть Хабиба вживую сегодня желает гораздо больше людей. После пандемии руководство города планирует устроить встречу со спортсменом на стадионе. Еще не вычитывайте, я просто рекомендую вас взять. Курбан Рагимов, Мурат Бекбарзов, телеканал ННТ, Дербент. Дагестанские боксеры проводят финальный этап подготовки к чемпионату России. Главный национальный турнир этого года стартует 27 ноября в Оренбурге. Призеры этих состязаний распределят между собой 10 миллионов рублей, а лучшие из лучших вернутся домой на новых автомобилях. В стане команды на Приморской базе в пригороде Махачкалы побывали и наши корреспонденты. Короткие и интенсивные тренировки последние дни перед стартом расписаны буквально по минутам. Подготовка к чемпионату России вышла на финишную прямую. Спарринги и работа на снарядах чередуются с занятиями в тренажерном зале. Капитан команды Рамазан Саудуев уже приступил к так называемой сгонке веса. Сбросить 3 или 4 килограмма перед соревнованиями для него дело привычное. К основному турниру года каспичанин подходит в полной боевой готовности. Когда ты скидываешь определенный лишний вес своего организма, ты более быстрый, бываешь маневренный и легче выполняешь технику, тактические вещи. А когда у тебя лишний вес, по-любому это воючу сказывается. 3-4 килограмма это норма для всех, чтобы для легкости, можно сказать. То есть это не мучительно весело? Заключительный сбор боксеров проходит на приморской базе в пригороде Махачкалы. В тренировках задействовано порядка 30 спортсменов. Из них на чемпионат страны отправится 14 человек. Еще 9 дагестанцев в эти дни готовятся вместе с национальной командой в Подмосковье. За золото в Оренбурге боксеры поспорят в 10 весовых категориях. Ожидается участие более 300 спортсменов. Главный стимул – попадание в Олимпийскую сборную России. Кроме того, у победителя ожидает солидное поощрение. Призовой фонд составит 10 миллионов рублей, а чемпионы получат автомобили. Это большой стимул, потому что до последнего года, благодаря новому генеральному секретарю Умару Назаровичу Кремлеву, пришли большие вливания в бокс. Я думаю, очень рады ребята и тренера. Это большой стимул, большое желание появляется у ребят. Лишь бы удача была на нашем сайте, а так ребята готовы. И судейство желательно, чтобы такое объективное было, потому что в бокс немножко есть эта погрешность, не объективность. Но будем выигрывать и у судей тоже. Чемпионат России пройдет с 27 ноября по 5 декабря. По его итогам определится состав команды на квалификационные турниры к Олимпийским играм в Токио. Курбан Рагимов, Салман Гитехмаев, телеканал ННТ, Махачкала. Вчера отмечался Всемирный день телевидения, удивительного технологического чуда, навсегда изменившего историю человечества. Расширившего границы и горизонты привычного для нас мира, делающего нас свидетелями далекой и близкой реальности в режиме онлайн. О том, что происходит по ту сторону экранной картинки, в сюжете моих коллег. По ту сторону экрана далеко не все гладко. Ответственная и напряженная работа не способна превратиться в рутину, потому что каждый новый сюжет не повторил. Он требует максимальной концентрации и отдачи сил. Чуть-чуть, чуть медленнее. Расправьте, сейчас, секунду. Сегодня день телевидения. Оказаться на заснеженной пограничной заставе высоко в горах или посреди моря канализации, затопившего невезучий поселок. По волнам мчаться на Рабацкой байде к острову или прыгать с разбега в студенную воду. Ну или прыгнуть с парашютом. В общем, в прямом и переносном смысле окунаться в гущу событий. Создавать эффект присутствия для зрителей, чтобы они, не выходя из дома, ощутили то, что происходит порой за сотни километров от них. Все это может телевидение в буквальном переводе. Способность видеть далеко. Увлекательная и необычная профессия, ставшая не просто родом занятия, а образом жизни для меня и моих коллег. Телевидение – это не только констатация фактов. Иногда оно превращается в последнюю надежду, дает шанс достучаться до власти мущих. Потому что далеко не все, что существует в бумажных отчетах, в высоких кабинетах, подтверждается реальностью. Поздравляя коллег по цеху, хочется пожелать всем нам, находящимся по обе стороны экрана, хороших новостей и добрых информационных поводов, чтобы картинка на экране и за окном больше ратовала, а не огорчала. Алина Багилова, Рамазан Казамбиев, Дауд Гасанов, телеканал ННТ Махачкала. Построен, но не введен в эксплуатацию. Жители села Дахадаевка, кумб Таркалинского района, жалуются на состояние фельдшерско-акушенского пункта. Его возвели еще 8 лет назад, однако обращаться за медпомощью в этот ФАП местные люди не могут. ОНФ в Дагестане вот уже несколько лет добивается введения объекта в эксплуатацию. Двигается ли дело с мертвой точки? Узнайте в нашем сюжете. Построили и не приняли. Давно пора здесь ФАП построить и сдать людям, а то некуда, давление проверять, уколы делать людям. Объект не введен в эксплуатацию и вот уже рушится на глазах. Трубы заржавели, штукатурка осыпается и плесень на стенах, хотя с момента постройки здание медпункта дважды ремонтировалось. Проблему не введенного в эксплуатацию ФАПа активисты ОНФ поднимали не раз и вот снова пришлось вернуться к этому вопросу. В данном населенном пункте, учитывая население, учитывая отдаленность от медучреждений, необходим фельдшерский пункт для оказания первичной медико-санитарной помощи. В принципе, вот в этом помещении он должен был быть вроде бы с 2011 года. Специалисты отмечают, ФАП не введен в эксплуатацию, так как власти заранее не побеспокоились об отводе земель. Так почему же за эти 9 лет ситуацию не разрешили? Ответа на этот вопрос пока не дает никто, ни контролирующие органы, ни администрации района. Однако на этот раз они обещают разрешить ситуацию до конца этого года. Главный вопрос, который беспокоит нас и жителей. Вот согласование, бумаги, это все понятно. Когда будет ФАП работа? Когда он будет обслуживать? В течение месяца этот земельный документ оборудован. Здесь основной вопрос, здесь отводные земли, церковные значения. Оборудование, финансы есть, как только будет оснащено. После обращения регионального отделения ОНФ в Дагестане администрация района провела внутренний ремонт. Насколько качественно он сделан, оценят специалисты Минздрава, когда ФАП будет передан на их баланс. Сейчас же местным властям предстоит решить вопрос оформления земель. Местные жители выражают надежду, что хотя бы сейчас дело двинется с мертвой точки. Патемат Ханапова, Дауд Гасанов, Новости ННТ, Кунтеркалинский район. И это главное, чем запомнилась нам эта неделя. До встречи в следующее воскресенье. Удачи вам, друзья.